МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С початку обсправоздачности коммунальники Сельмашевска так само на 100% подрыхтованы до наступных холодов. А вот на самой справе тут нашли звычайный формализм и видовочные приписки. На протяжении ряда лет отчетность существовала, мероприятия писались, отчеты давали, что все это делается. Но ведь те же оконные створки, второе остекление я имею в виду, они ведь исчезли не за один год. У самим Кожиру Псельмашевска ничего надзвычайно у паперовых лишь бы стопроцентной готовности не бачить. Их навод николе не соромясь негативные выники проверки сбоку зяш контролю. Значит, что касается отчетности. Отчетность это, скажем так, некоторые статистические данные, которые могут быть трактованы как с одной, так и с другой стороны. Цифры указанного отчетности были запланированы на проведение тех или иных работ. Большинство из этих работ мы выполнили это раз. А по другое, по факте, належная подрыхтовка до зимы здесь не на только у одном доме с большим 250 на территории Сельмашевского. Вось дом на улице Иншогородни, у подвалах на трубах нема изоляционное покрытие. У другим подвале запорный вентиль у вогуля моц нацяче, растрачивая гроши мясовых жихаров. У подъездах на улице Осипова ситуация так сама далекая от нормы. А люди и тут платят за так званую уборку. Коммунальников примусили вернуть в бюджет 4 миллиона рублей. Можете съездить в любой город Украины и России, и там увидите, что делается, когда уборщицы не убирают. У нас такого нет. То есть у нас уборщицы убирают. Вопрос стал по 4 миллионам. Ну хорошо, даже если просто вы как грамотный человек посчитаете, 4 миллиона раскинете на количество подъездов, сколько денег попадает на один подъезд. А коли лечить, по мерах нашей краины деку вогуля миллиарды будут. Хотя, конечно, у Пиролику на особный подъезд отрымливается не шмат. Такая вось рифметика. Из года в год на каждой коллегии управления жилищно-коммунального хозяйства говорится руководителям предприятий, ну когда уже примите меры по снижению потерь, теплопотерь. Выники проверки обмеркованы на специальной коллегии с уделом керовниства ЖКГ и Гомельского облвыконкама. Зараз же, иди проверка коммунального предприемства, Гомель абыл теплосетка. Там уже выявлены шматликие порушения. Виталь Догий, Сергей Калацый, телерадо, компания Гомель. У Гомели сегодня ушановали память супрацовников милиции, которые загинули при выполнении своих службовых обвязков. Для управления внутренних справ у их гонор был открытый памятный знак. На урочистой церемонии присутничал министр внутренних справ Беларуси Ихар Шуневич. У распрацовцы и створенний мемориала прима у дел гомельский скульптор Валерий Кондратенко. Сюрод проекта у десяти претендентов на выканание гэтой працы, яго работа была вызначена лепшей. Дарыча композиция памятного знака у выбрала у себя элементы истории правооховных органов Гомельщины и символизуя данность родиме и патриотизм милиционеров. Новый мемориал ушановал память больше чем ста правооховников, яке загинули подчас выканания своих службовых обвязков. Сегодня для ветеранов, для личного состава действующих работников милиции знаменательный исторический день. Открыт памятник, памятный знак сотрудникам милиции погибшим при исполнении служебного долга. Ветераны, многие ветераны рука об руку работали рядом с погибшими. Уборка у роджаю на Гомельщине подошла до завершения. Однако, мало только вырастить, где убрать. Важно его заховать не только до весны, а и до наступной уборочной кампании. Сегодня в область маясховища различная на закладку свыше 60 тысяч тонн сельско-господарчей продукции. До речи, простый день должен завершиться сезон на рыхтовок. И кие выники селета отримали супрацовники коммунального сельско-господарчего унитарного предприемства Брылёва высветлял Дмитрий Котау. Селетний урожай на предприемстве называют большим выдатным. Аграры собрали 9 тысяч тонн городнины. Третью частку от этой лечбы накеровали на продаж, остатняя на закладку. Что до яблок, а минавитояны з'являются визитной карткой Брылёвских садов, то их собрали 1600 тонн. Старые виды гатунков пойдут на промысловую перепрацовку, а новые, элитные, на зимовую реализацию. У камерах, где заховываются садовины и Городина, у Сталевана специальная система микроклимату. Для кожной культуры своя оптимальная температура. Парадукция поступает у нас с хорошего качества. Эти яблоки мы снимали вручную. Хранилище, это овощехранилище, построено 3 года назад, специально для плода овощеводства. Что год у Городина-Сховища закладываются великие объемы Городины и садовины. И тому прилавки магазинов постоянно забеспечены мясцовой продукцией. А лишь для того, как перекрыть выдатки на ее вытворчасть, а гэта палевые, энергоносбитые и минеральные удобрения, необходимо працовать и на внешний рынок. Там цена на тушь капусту повеличивается, а маль у 10 разов. Тому с экономичного пункта угрежения экспорт лишать больше метазгодным. Гэта обумовлена и внутренней конкуренцией, помеж приватным секторам и державными предприемствами. На овощи очень много уделяют внимание фермеры. И сейчас есть очень много фермеров, которые имеют по 100 и побольше гектаров. В частности, только по морковке есть фермеры, которые производят около 300 гектаров той же самой морковки. И они уже на довольно высоком технологическом уровне. До того ж, цены на властную продукцию у фермеров значно нижайшие за державные, что дозволяя им складать саправдымоцную конкуренцию. А лишь головное, что собранный селит Оураджай, дозволяя полностью забеспечить айчинный рынок мясцовой Городниной и Садовиной. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». З узнагародой престижного международного телекинофоруму «Разом» вернулася здимечная группа нашей телерадиокампании. Подробязности с Ялты у материалі Александра Гавейки. В той час явку большинства по советских республик холоды в Украинской Ялте у промыну пероносным сенсы «Городжа». По традиции, в конце вереснях это знакомитый курорт, примая у дельников международного телекинофоруму «Разом». У гэтым годзе фестываль проходить у трынадцатый раз и по традиции избирая лепших майстров кино и телебачення, вядомых артыстов и выканалцев. Сярод гоноровых гостей теперешнего форума – сам Робертина Лареця. 27 краин представили рекордную колькасть теле- и киноработ. Боль за 350. Журы одиногалосна. Колькасть ніяк не пауплывала на якость. Радует то, что наши белорусские коллеги достойно в этом году выступили. Выставили достойные, яркие, талантливые работы не только зрелых киномастеров и тележурналистов, но и представленные работы начинающих журналистов. Наши коллеги не только из столицы Беларуси, но и из Гомеля. Это достойные работы. И то, что они, наши коллеги, преодолели вот это вот отборочное сито и попали сюда уже их работы на рассмотрение журей, это уже удача, это победа. Тыдень майстер-классов и кинопремьер, творчих вечеров и сустреч с любимыми артыстами. Усё гэта 13-й международный телекинофорум «Разом». Финальный ж день подарил белорусам немало сюрпрызов. Галун из их – заявление на Ялтинской аллее «Зорок» имя белорусского кинорежиссёра Александра Яфремова. Сярод дипломанта у престижного фестиваля «Коллеги с Беларусь-2» и, что особливо приемна, творчая группа телерадиокампании «Гомель». Конечно, мы ещё играем не в премьер-лиде. Есть такие здесь студии и ВГТРК, и первый российский национальный канал, и зарубежный. Здесь есть работа из Соединённых Штатов Америки, Канады. Но мы уже уверенно играем в первом дивизионе. Архкомитет фестивалю у знагородзів дипломом престижного телекинофоруму директора телерадиокампании «Гомель» Віктора Котова за укладу развитию интеграции культур, міжнародных сувязев, телерадиокампании «Беларуси», «России» и «Украины». Александр Гавейко, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель» из Ялты. Подороже по Чехии пропонувала гомельчанам специализованная славянская библиотека совместно с университетом имя Франциска Скарыны. На базе установы культуры отбылось мероприемство, присвеченное Дню Чешской Дзержавности. Вось уже больше, как тысяча год, где её назначается у Чехии, что год 28 вероят, и является главным Дзержавным святом Чешской Республики. Ясче его называются Днем Святого Ватслава, у гонор короля, который неколи створил Чешскую Дзержаву и правил её по принципам добра и справедливости. Об этом, между матовчим, ясче, доведались наведывальники мероприемства по часуступного исторического экскурса. Студенты университета Франциска Скарыны раскрыли столицу Чехии, Прагу, в очима русских поэтов. Так само прогучали поэтичные и песенные творы на чешской мове. Кульминацией стал прогляд полтора годиной киностушки, Прага – подороже. Якая яскрава распавела про один из самых прыгожих городов свету, показала самые дивные и незвычайные его мястины. Наша библиотека, славянская библиотека, пропагандирует дружбу славянских народов. Мы стремимся через мероприятия, через наш фонд рассказать о дружеских связях, которые существовали, и посредством наших мероприятий ещё развить и укрепить дружеские связи между славянскими народами. Поэтому не только Чехия, а все остальные славянские народы мы проводим мероприятия, посвящённые их государственным праздникам. Но не только государственным, а национальным праздникам. Отмечаем днерождение их выдающихся деятелей, культуры, науки, музыки. За опошние два года колькость пожаров у приватным сектором Брагинского района скоротилась утрая. Не у опошню чаргу, это стало выником работы наглядальных комиссий. Двойче в месяц они наведывают дамы мясцовых жихаров, как выявить и ликвидовать недохопы, которые могут реально пограждать житию насельництва. Правда, некоторые, увы, не ку выражали, что теперь за их усё повинно робить выключна держава. Простовники мясцовых органов улады – милиции, вратовальники, газовики, социальные работники. У складе наглядальных комиссий специалисты самых розных накерунков сдольные на месяц выражать практически любое пытание. Намер самый серьезный – захование безпеки насельництва. На жаль, только некоторые вязковцы до этого пытания ставятся достатково бестурботно. Кольки дома у сгорела по прышине неисправной электропроводки. Али и сёня шмак в туховая и я утяжка доступных местах. Яши и шпалеры наверх клеить. Наиболее частое нарушение, так сказать, это эксплуатация проводки под обоями, эксплуатация неисправных извещателей. Также наиболее часто встречается эксплуатация неисправных печей. Перед домом сметьте высокая трава, а на внешней стене пожарная повешальник. Кабу выпадку сгорания, на допомогу поспели суседи, те просто прохожие. Усе приметы проживания неисприяльной семьи. До таких наглядальные комиссии приходят часто. Правда, крайние меры на кшталт штрафов имкнуться не применять. Сельское хозяйство, заработки маленькие, яши мы гдем штрафами, это нереально. Я считаю, более убеждение. Предписание, да, пишем, убеждаем и убирать. Но есть, конечно, и нерадивые, приходится по несколько раз ходить. Хоть головная задача наглядельных комиссий – не покарать, а оказать необходную допомогу. Правда, некоторые грамадзяне у вынику вырешили, что теперь им усе повинно давать выклюшно держава. И даха драмантовать, и парадок на подворку навести. Приметы утриманства почали проявляться и у молодых людей, які навод об своих состарелых батьках клопотиться не жадают. Не усе зрозумело, а ли такие выпадки есть? В любом случае надо сегодня эту проблему решать. И надо сегодня, если правильно, если не можешь приехать, ну оплати. Мы сегодня заплатим здесь, найдем либо жилищно-коммунальное хозяйство, которое, либо комбинат бытового услуживания сегодня оказывает эти услуги. А платим деньги, и он сделает эту работу. Олексин Цюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Брагинский район. И это был опошний сюжет выпуску. У студии працавала Наталья Гнатенко. Доброго вечера и до новых встреч в эфире.